В эфире Вести Чукотка. В студии Вероника Токмачева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в округе. Осторожные хищники. Небольшая стая волков обосновалась у поселка Беринговский. И один молодой самец замечен в окрестностях угольных копий. В условиях 30-ти градусных морозов на Чукотке волки вышли за пропитанием к человеческому жилью. Специалисты охотоведа рекомендуют населению проявлять бдительность до тех пор, пока им не удастся отогнать хищников в тундру. О непрошенных гостях в разных уголках Чукотки. Материал Анны Мартяшкиной. Пришел не из любопытства привело чувство голода. Как, вероятнее всего, и других хищников. Вот уже несколько дней в окрестностях угольных копий обитает волк. Молодой самец-одиночка в поисках пищи бродит у свалки, прячется в заброшенных строениях, был замечен у склада ГСМ. А в поселке Беринговский поселилась целая стая. Два матерых, то есть взрослых волка и три прибылых годовалых особей. Стая – это слишком громкое название. Пять волков – это минимальная, наверное, такая стаечка небольшая. Пришли они из тундры. Для волков при таких морозах наступили очень трудные, суровые времена. Пищи для них мало, зайцев мало, мышевидных грузунов тоже мало. Оленя около Беринговского нету и никогда не было там дикого оленя. Домашний олень находится там на расстоянии примерно 150 километров в районе Майна-Пыльгина. Эта стая подошла, чтобы пережить самое трудное время. И пасется около свалки твердых бытовых отходов, где присутствуют собаки и питается в том числе и собаками тоже. На этих кадрах видно, как трое молодых волков буквально терзают собаку. Только сигналами проезжающей техники их удалось отогнать от несчастного животного. Важно отметить, что к звукам автомобиля или трактора эти хищники привыкли и совсем не боятся машин. А вот услышав снегоход, убегают в рассыпную. Именно на снегоходе патрулируют территорию охоты инспектора. Попросту застрелить волков они не имеют права, поэтому приходится отпугивать. Крайняя мера изъятия животного возможна лишь в том случае, если хищник нападет на человека, пока такой угрозы нет. Волк представляет собой опасность для человека. Он крупный хищник, он в составе стаи, он может завалить и лося. Но за последние годы на Чукотке, скажем так, 2000-х годов, неизвестно ни одного случая, когда бы волк напал на человека и причину ему какой-либо вред. Тем не менее, специалисты рекомендуют населению Беринговского и угольных копий проявлять осторожность при выходе на улицу, особенно в темное время суток. Так как такое тесное соседство человека и хищника совсем не безопасно. Анна Мартяшкина, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.